Телепроекты, которым она посвятила себя, любили, пересматривали, переосмысливали. Это «Чай в приятной компании» и «Жили-были» с Ириной Котвалюк, «День Победы в Севастополе», «Звезды планеты» и «Лёгкий, как мастерская музыкальная импровизация», цикл программ «Джаз Без». Первые шаги делала на Хабаровской телестудии. После работала в Симферополе. Более 20 лет Алла Фельксовна Павчинская была режиссёром художественных передач на канале СТВ. Когда мы снимали первый мой фильм «Здесь Тамара», то такое было дружное, что все операторы, мы в 4 утра вставали, чтобы в солнце увидеть и снять булыжник красиво. Так Лисичкин Тёма тащил ведра воды, поливал этот булыжник водичкой, а Андрюша Маяков бежал, 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 снимал, пока ещё не высохла вода. На Крымском телевидении, а потом и на Севастопольском, Аллу Фельксовну окружали не просто коллеги, а друзья и ученики. Со многими в круговороте повседневных дел давно не удавалось увидеться, но они помнят свою дорогую Аллу. Я до сих пор вижу в своих глазах эту великолепную, красивую женщину с ореолом серебряных волос. Всегда, когда я потом находился, когда мы встречались на СТВ, у нас даже был с ней такой пароль «Мур-мур». Дорогая Алла Фельксовна, я вас сердечно поздравляю с вашим юбилеем. Я вас всегда помню, люблю и просто всегда рядом с вами. В свою очередь, именинница старалась быть рядом и с коллегами, и с героями своих проектов. Её любимая творческая сфера – фильмы-очерки о человеческих судьбах. Секретов профессионального успеха даже в честь юбилея Алла Фельксовна не выдаёт, но намекает – важно прочувствовать каждую жизненную историю, которую помогаешь рассказать с экрана. Мне было жалко немцев, которых водили голодных, приголодных, я жмых им тоже кусок жмых, такой, знаешь, это макуха ещё называют, куски мы им давали. Это так много, из чего потом складывается твоё «я», и ты понимаешь, можешь ты переживать или нет. Без этого не получится у тебя рассказ о человеке. Для меня лично это очень важно. Когда я слушаю о судьбе, я заплачу. Алла Феликсовна Павчинская стояла у истоков севастопольской телевизионной журналистики. На независимом телевидении Севастополя также работают те, кто под её руководством прошёл школу молодого бойца. Алла Феликсовна мне как, знаете, как мать в монтаже, вот вообще в этом, в мире кино, в мире искусства, в мире телевидения. Можно сказать, это первый режиссёр, с которым я работал в качестве монтажёра и почерпнул для себя много. Алла Феликсовна действительно профессионал своего дела, и я была действительно очень рада с ней работать. Хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать прежде всего оставаться такой же светлой, яркой, такой же молодой. Вы научили меня не только видеть всю сцену целиком, но и научили выделять детали, научили делать акценты в съёмке, научили чувствовать ритм происходящего в кадре. Я вам очень благодарен за ваши уроки. Не раз говорила об Алле Феликсовне и ей лично, что она действительно является одним из моих идеалов женщины. Это полной энергии человек. Хотелось бы тоже последовать её примеру. Алла Феликсовна, давно не виделись. Поздравляю вас с юбилеем. Я вам хочу сказать, я так думаю, что жизнь у вас только сейчас начнётся, новая. И пусть она вам принесёт столько удовольствия, сколько мы получаем от музыки Моцарта, Баха, Бетховена. Мне посчастливилось работать с Аллой Феликсовной и многому у неё научиться. Это великий мастер, профессионал и человек. Режиссура – это искусство делать зрелище. Обучение моё у Аллы Феликсовны происходило примерно так. Я не сидел с ней на монтаже, я работал оператором. Я со стороны наблюдал, что делает этот профессионал и брал всё самое лучшее. И в результате моя работа сейчас складывается. Это как такая очень хорошая выжимка из того, что мне удалось наблюдать со стороны, как делает этот человек. У Аллы Феликсовны есть одно очень хорошее качество. Она прислушивается к совету молодых специалистов и людей, которые гораздо моложе её и меньше у них опыта. Это не каждому дано. Спасибо, Алла Феликсовна, за то, что вы есть. Вдохновение, которое возникает за кадром, талантливый режиссёр переносит в кадр. Телеканал НТС перенёс в кадр немного тепла в качестве поздравления талантливому режиссёру. Наталья Данилова, Павел Красиков, Дмитрий Фомин, Анатолий Паньков, Севинформбюро.